Продолжение следует... И у нас еще, наверное, тысячи и тысячи по нашим полям остаются останки наших бойцов, наших солдат и офицеров, которые пали на полях сражений. Но время бежит, время уходит и уже многие останки эти превращаются в землю. Какая самая главная проблема в поисковом движении? Почему мы до сих пор не можем похоронить своих убитых бойцов? К сожалению, в средней полосе большинство полей боя превратились в поля, которые возделываются, то есть пахутное земледелие. Траншеи, воронки, линдажи скрытые под толще насыпанного грунта. Рекультивация на больших территориях произведена для рекультивации. Высажен лес. Следы войны просто стерты. При этом всем достоверно известно, что это поле боя и захоронение фактически не производилось. Я знаю, что вы работаете на Орловской земле. Расскажите об особенностях поисковой работы. Благодаря чему удается собирать вот эту информацию о том, где лежат наши? Немало важных факторов. Это очевидцы, это легенды. Фактически каждый рассказ очевидца является маленькой ниточкой к очередной истории, к очередной судьбе. Все легенды, которые собирались с 2010 года нашим объединением, так или иначе перепроверялись. Часто использовался перекрестный опрос местного населения. Использовались всевозможные методики следственных действий при расследовании дел более 10 лет. При этом всем информация подтверждается и часто подтверждается процентов на 80. Сколько за все время вашей поисковой деятельности удалось поднять и захоронить останков наших бойцов? Ведется какой-то по счету? Более 7 тысяч бойцов было поднято. Специфика работы в Орловских полях говорит о том, что приходится сейчас работать к вовровым методам. Практически не работают металлодетекторы. Территория либо очень сильно замусорена бытовыми отходами, либо бойцы находятся на такой глубине, что металлодетекторы просто не дают возможности обнаружить. Щупы. Тот же удар на предмет на глубине, в пойменных частях той территории, где проходили сражения, к сожалению, не дают результат в связи с тем, что осланги стали рыхлые. Не бьется, не чувствуется. Щупы в пахотных полях, просто не видно рельефа, не видно, где проходила траншея. То есть результативность упала. Упала результативность тех средств поиска, которые классически использовались. Поэтому на данный момент скрываются ковром все траншеи, которые мы обнаружили. То есть на поле нашли траншею, скрыли ее полностью по всему профилю, на всю глубину. Часто бывает так, что скрытые траншеи дают и второй, и третий раз результат. В связи с тем, что не исследовались лиси, но радуетесь. Ребята рыли себе небольшие укрытия от осколков, которые летят сверху. Траншею вскрыли, прошли, не заметили его. Анарата, она рядом, где-то полуметра еще на глубине двух метров лежит боец. Основным фактором поиска, основным фактором на данный момент в нашей работе стало обнаружение в результате коврового исследования того или иного объекта. То есть мы берем квадрат и не уходим с него до тех пор, пока не зачистим все воронки, все траншеи, все блиндажи, все элементы укрепрайонов, которые есть, в том числе фундаменты домов, старых домов, которые стоят на период Великой Отечественной войны. И при использовании автосъемки позже просто уточняется, что мы не заметили. К примеру, сейчас такая работа производится по деревне Кривцово. Яркий пример. Скрыты все траншеи, все блиндажи, все погреба, все, скажем так, приусаденные постройки, которые находились на этот период еще в целом. И несмотря на то, что уже 30 лет поисковая работа там ведется, в этом году подняли более сотни бойцов, в прошлом году подняли более 60 бойцов. И тенденция, она волнообразно, ну, динамично развивается. Но сейчас только одна четвертая деревня зачищена полностью, то есть выгодят полностью все углубления, все места, где они могли бы находиться. И сейчас, в следующем году, план не уйти на какую-либо другую территорию, а исследовать просто следующую. Ковровый метод дает потрясающий результат. Даже по тем территориям, которые исследовались в очень долгий период времени. Так практически по всем территориям проходили после войны. Ну, Орловщина – это место ожесточенных боев, потому что и Курская дуга проходила, да, в тех местах, и другие сражения, и причем не только Великой Отечественной войны. Скажите, какие неисследованные еще площади, может быть, районы, участки привлекают внимание поисковиков? Именно Орловской области. Ну, там, где вы работаете. Так сложилось, что сейчас мы можем сказать о том, что зачищена территория 1,4 деревни Кривцова. Все остальные территории нужно бить. У нас есть коллеги, которые таким же образом организуют свой поисковый труд. Одно из крупных поисковых организаций Орловской области – это «Дороги войны». И они стоят на деревне Кукуевка. На данный момент у них подъем уже исчисляется не десятками, не сотнями, а единицами. Это говорит о том, что территория фактически дальше. Скажите, Николай, что главное в вашей работе? Какими качествами должен обладать поисковик? И как удается, может быть, какому-то особенному чутью, да, в общем-то, докапываться до истины и находить то, что мы ищем? Говоря о нашем поисковом объединении, необходимо сказать, что это молодежь. У нас межрегиональный молодежный поисковый. И ребята, которые приходят в поиск, приходят не из-под палки, их никто туда не приводит. Это изначально мотивированный человек. Он ищет правду, он ищет историю, ну, истинную историю. Он ищет те моменты, которые поставили знак вопроса в его жизни. Почему были такие потери? Почему именно эта территория? То есть он изучает технику, он изучает тактику, он изучает стратегию того периода. При этом всем очень немногие обладают той самой чуйкой поисковой чудо, которая позволяет обнаружить бойца. То есть на сотню, может быть, один. Но он будет вводить коллектив за собой, тот самый лидер, который позволяет производить обнаружение. А дальше уже включается весь коллектив. Поисковая чуйка – это уникальное, необязуемое свойство человека, которое позволяет обнаружить в чистом поле, несмотря на огромную территорию, несмотря на просто бешеную кубатуру земли, которую нужно перевернуть для обнаружения. Одним ударом щупа человека. Одного на всем поле. Самый яркий пример этого года. Деревня Городище. Территория достаточно хорошо зачищенная. Траншеи по высоте выбитых фактических сетов. Достаточно серьезная высота. Находилась на старом городище. Немцы закрепились и держали ее до 43-го года. Один из поисковиков, взяв поисковый щуп, вышел на поле, где раньше располагалось минное поле. То есть, фактически мы знаем, что по площади всего поля наступление не производилось. Обходили двумя усами. Он пошел в середину. Что его мотивировало, что его повело именно в эту часть? Обязательно не смог. Но, двигаясь по территории и пробивая щупами, щупом, те места, которые ему казались интересными, он нашел объект на глубине порядка метра. То есть, небольшая аномалия грунта. Рядом какие-то провалы. Они его заинтересовали. После вскрытия квадрата было выявлено место гибели двух бойцов. Один из которых был установлен. Это был Толоваев Федор Кузьмич. Очень интересный боец, с интересной историей жизни. Боец, который попал на эту высоту, перейдя сюда пешком за 7 километров от своего месторасположения. От месторасположения части. Погиб он под высотой в городище. Скорее всего, был засыпан прямо на месте гибели в результате рекультивации территории и зачистки территории от боеприпасов. Но удар щупами пришелся на осколок, который его убил. Крупный осколок. Николай, в вашей работе очень много мистических случаев, я знаю, которые, в общем-то, простой человеческой логикой, наверное, трудно объяснить. Расскажите, да, вот как вот все-таки случается в жизни встретить необъяснимое, да, то, что связывает нас с разными эпохами. Наверное, каждый хочет вернуться из боя. И у каждого есть какая-то мотивация прийти на поле боя. То есть, с одной стороны, ребята остались лежать неупокоенными, с другой стороны, фактически их ровесники пришли их искать. И в одних мотивациях, и в других мотивациях это существует. Скорее всего, на собрекосновении этих интересов возникают определенные аномалии. В нашей практике их достаточно большое количество. Были случаи, когда после подъема бойца, в Можайский район, была входим-то санитаркой. Убитая снайпером, позицию его было на мое, нашли чуть позже. Убитая в голову, то есть один выстрел, проковой. Мы ее принесли в свой лагерь. Разложили. Душа поисковка спокойна. Еще один боец вернулся из боя. В этот же вечер шум по всем лагерям. К нам прибегает в лагерь паренек. Говорит, там по полю санитарка идет. Мы все вышли на это поле смотреть. Небольшая дымка, туман, закат. И по полю действительно идет девушка. Очень такая мягкая походка. Вроде бы юбка. Юбочка одета. Она дошла до места, где стоял лагерь. И как она исчезла, никто не помнит. Но тот момент, когда она практически соприкоснулась с нами взглядом, был решающим. Фактически вот она, момент истины, когда те, кто ее обнаружил, и она сама встретилась. Другие случаи часто бывают так, что на фотографиях сидит коллектив состоящий из 6-ти человек и 6-й из них снимает, а на фотографии 6-й. В дымке костра сидит боец. Такие фотографии можно встретить в некоторых музеях. Еще старые пленочные фаброты отображают эти образы. Были случаи, когда в момент захоронения бойцов четкое количество, 17 человек, пролетают такое же количество журавлей. И тянутся на юг, удовлетворяя фактически те самые покойные души. Таких случаев можно назвать огромное количество. Один из самых свежих это наш боец, поисковик, который поставил палатку в обозначенном периметре лагеря. Мы отработали несколько дней в поиске, ну, зачистке территории, в поиске незахороненных останков бойцов. Четко знали, что работала разведка, фактически вся полегла там на территории. Пять раз них были найдены подвиг. И в какой-то момент, когда уже поисковые работы свернулись на территории, мы на следующий день собирались съезжать. Все разошлись по палаткам. Поисковый день длинный, то есть от рассвета до заката фактически пока есть возможность работать в поле, ребята работают. Часто бывает так, что при обнаружении продолжают работать с фонариками и световыми системами. Ну, это был день завершающий, все успокоились, задачу, в принципе, выполнили достаточно неплохо. Подружить даже одного бояца это успех на территории. Это неописуемый успех. Парень лег в свою палатку, заснул, как и все, весь коллектив. В среднюю ночь слышим, в одну сторону лезет палатка, в другую сторону лезет личные вещи из этой палатки. Человек начинает неистово, быстро копать. Тяжелое дыхание, ребята вышли из своей палаты к нему. Странная ночь, будто что-то копает, молодость, что-то произошло. В момент когда к нему подошли, я что-то делаю. Ребята, отстаньте, так нужно. Не объясняя ничего, продолжил свою работу, перерубая корни ближайшие деревья, расчищая площадку, на глубине чуть больше полуметра он обнаруживает бойца. Останки бойца. Это еще один человек из того же подразделения. Позже, ну, пояснил, что уже спустя день, когда отошла та эмоциональная волна от него, он смог разговаривать нормально. Он объяснил, что лежу, сплю, ну, никаких посторонних ощущений. Никогда засыпал, он же там жил несколько дней. Никогда засыпал, никогда просыпался, вставая утром на продолжение сверхуисковой работы. Не было. А тут к нему фактически произошло обращение через образ, который к нему пришел. рядом с ним лежал боец. Лежал в его палатке, фактически под ним. Ему это дало импульс к тому деянию, которое он совершил. Вскрытие почечного покрова и обнаружение этого бояца. Боец без имен, он не сообщил докладу. Но то, что он ушел с поля боя, это, наверное, завершило его путь к боевой. Скажите, что у вас с неизвестными бойцами происходит после того, как вы обнаживаете их остатки? Собственно, процедура всегда одна. Боец забирается с территории, мы его несем на крестовский мемориал, где и хороним вместе с его боевыми товарищами. В случае, если имя известно, его имя появляется на памятном плите, на мемориальном плите. В случае, если его имя неизвестно, он становится единицей в списке без мемориалов. Грубо говоря, 13 известных сейчас в списке 776 без мемориалов. Каждый из них это судьба. Есть мудрость, которая утверждает, что война не окончена, пока не захоронен последний солдат. Получается, что вот это наша страшная война, когда мы подвелись нашествию с запада очередному, она продолжается, потому что мы занимаемся поиском на своих погибших. Спасибо большое за беседу. Можно было сказать, что для поисковика данный тезис имеет двойное значение. Давай, пожалуйста. Война не закончена, пока не захоронили последний солдат. Но для нас сейчас важнее не то, сколько мы поднимем их. К сожалению, последним поднимем не сможем. А то, сколько через нас пройдет молодежь. Потому что та война, тот щит, который сковали наши деды, удерживается сейчас на руках тех молодых людей, которые несут с собой правду этой войны. Несут гордое победоносное знамя победы 45-го года. На самом деле все просто. Чем больше контингентов через нас пройдет, будь это молодежь, либо это просто неравнодушный поиск людей, тем крепче будет наше государство. Потому что через поиск мы осознаем цену собственной жизни, через поиск мы осознаем ценности морали наших защитников. А это собственно и есть наша судьба, есть то, ради чего они положили свою голову. оттуда. Редактор субтитров